Приветствую друзья! Токарный станок Liberty, выпущенный компанией Davis Machine Tool Company из Рочестера, штат Нью-Йорк, во время Первой мировой войны предназначался для использования военных передвижных мастерских. При высоте центров 6 дюймов и расстоянии между центрами около 30 дюймов, он был продуман таким образом, чтобы быть не только компактным, но и благодаря консульной станине максимально жестким, даже при установке на малоприспособленную скамью в автомобиле, который мог припарковаться на неровной поверхности. По имеющимся данным, для правительства было построено около 800 машин, но их производство продолжилось до 1919 года и далее для гражданского рынка. Токарный станок был оснащен винторезным редуктором типа Нортон с тумблером и силовыми подачами скольжения и наплавки. Привод осуществлялся через сменные колеса и механизм обратного хода. Он был построен на необычайно широкой и глубокой станине с V-образными и плоскими направляющими, которые продолжились за переднюю и заднюю бабки. В соответствии с идеальными принципами, каретка имела седло с длинными одинаковыми по длине, но простыми крыльями, которые позволяли расположить поперечный суппорт точно по его центральной линии и получить наилучшую поддержку. Такое расположение стало возможным благодаря тому, что направляющие станины проходили мимо переднего и заднего торцов бабки, что позволяло седлу перекрывать их и подводить режущий инструмент вплотную к носу шпинделя. На станке была установлена соответствующая составная скользящая опора, верхний суппорт которой, судя по всему, мог поворачиваться на 45 градусов в каждую сторону от нуля, а также небольшие микрометрические циферблаты на обоих винтах подачи. Автономная система привода имела для того времени необычайно аккуратную конструкцию и была полностью защищена. Двигатель был встроен в заднюю часть станины. Цепь передавала привод вверх на горизонтальный вал, который проходил вперед над бабкой и приводил в движение шпиндельную коробку передач. Электрическая коммутация также была встроена. Большой реверсивный переключатель был установлен на кронштейне, расположенном на верхней части бабки. А питание в некоторых версиях поступало от входной коробки, закрепленной на передней поверхности станины. По всей видимости, токарный станок поставлялся на коротком чугунном цоколе с наклоном боковыми стенками, оснащенном впереди дверцей для размещения небольшого инструментального шкафа. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok